В той форме взаимоотношений финансов, которые существуют сегодня, конечно, любой бухгалтер, любой федерации, если он сейчас услышит, что он будет получать бюджетные деньги и работать с ними по правилам, которые сегодня существуют, первое желание у него либо уволиться, либо повеситься, потому что это невыносимый набор правил и условий. То есть он создал для того, чтобы с этим нельзя было работать. Потому что если мы будем вынуждены сегодня по действующим правилам объявлять тендер, а если ты работаешь с бюджетными деньгами напрямую, то ты должен обязательно объявить тендер на туристическую компанию, которая тебе продаст билеты, на залы, в которых ты должен тренироваться. То есть зал, у которого ты возьмешь услугу провести там тренировку, должен выиграть некий тендер. Плюс сроки, это должно быть оглашено в уполномоченных печатных изданиях, это должен быть срок. То есть ты не сможешь работать с этим. Это нереально. Я бы хотел, чтобы люди, которые пытаются сегодня, не называя вещь своими именами, а утаивая, держа, они же провалятся, мы же сейчас дадим, там упоминалось на этом собрании, но мы же давали денежки федерации, они же не захотели. Да, не захотели, потому что так работать невозможно. Это правило, которое всех загоняют в определенное стоило, где дальше все стоят и ждут, что им раздадут, и мы возвращаемся к схеме. Вот вам, но это вам купит Вася, а это вам принесет Петя. Мы этого не хотим. Поэтому реформа должна быть широкая в полном смысле этого слова. Должны измениться правила. Они должны быть, но они должны быть цивилизованные, потому что в цивилизованных странах федерации имеют не только право, имеют возможность работать с такими деньгами.